Приветствую всех! Давно меня не было, давненько я уже не появлялся, да и в целом и сейчас времени не так много, поскольку служба продолжается и все остальное. Ну, а мы начинаем. Насародин Имамов против Шона Стрикленда. Да, Шон Стрикленд вышел на супер коротком уведомлении, недавно провел поединок в целом, да, проиграл судейским решением. Но в целом Шон Стрикленд, можно сказать, остается на уровне, да. Насародин Имамов проспект. Действительно проспект, в отличие от Стрикленда, он разнообразный, разносторонний, но преимущественно также работает в стойке. Только, скажем так, он может работать в партере с теми бойцами, которые, ну, довольно-таки ниже уровня самого Насародина Имамова. Но Шон Стрикленд, у него отличная защита от тейкдаунов. Что ожидается от этого поединка? В принципе, я думаю, логично будет ожидать разборку стойки Стрикленда Имамова. Бой в промежуточном весе. Вот. И на самом деле я ожидаю яркое противостояние. Вот. Не знаю, насколько оно будет зрелищным, да, что мы увидим конкретно, но я думаю, что вот Насародин Имамов, его, наверное, главная проблема, я бы назвал это кардио, по которым он частенько довольно-таки проседает. Сдает уже в третьем раунде, да. Стрикленд все так-то, у него и оппозиция по топове, да, и в целом в кардио он так не сдает. Свободно проходит пятираундовую дистанцию, да, но иногда в своих боях он реально дурачится. Вот, например, против Канонира в последнем поединке он мог свободно забирать судейским решением, да, но реально, можно сказать, ввалял какого-то дурака. Вот и все. Стрикленд это неоднозначный боец, непонятно, что у него в голове перед каждым поединком. И интересное противостояние. И здесь я предложу, наверное, продолжительность боя, потому что, смотрите, Стрикленд, его не назвать пробитым, то, что его пробил Перейра, это ни о чем не говорит, да. Канонир не смог это сделать, а Канонир обладает, ну, заряженным панчем, да. Говорить о том, что это сможет сделать Имамов, ну, в теории такое возможно, но слабо верится. Что может сделать Стрикленд, скажем так, в поздних раундах, когда Имамов устанет, в это тоже можно поверить, но с трудом. И я предположу, что бой свободно перешагнет в черту четвертого раунда. То четвертый раунд начнется, коэффициент 1.65, да, Имамов за 1.72, Стрикленд за 2.15, 2.2. Вроде как бы и заманчиво, но шансы реально равные, тем более промежуточный вес и, в общем, много-много, если в этом поединке. Поэтому моя основная ставка, четвертый раунд начнется, коэффициент в целом неплохой. И, наверное, моя последняя ставка, я предположу, что опыта, кардио, защита от тейкдаунов у Стрикленда все в целом на уровне. Не будет валять дурака, он вполне может забрать данный поединок с судейским решением, собственно говоря, да. Для этого Имамову нужно, ну, железобетонно забирать 3 раунда, чтобы как бы перещеголять Стрикленда. Но в третьем раунде Имамов реально проседает, и это во многих поединках заметно. А кардио это такая вещь, что, ну, либо она есть, либо ее нет, она не появится, да. Вот. Но тренировать определенные моменты можно, но все же, предположу, самую рискованную ставку это все-таки-то Стрикленд с судейским решением. У меня все.